Ждали два года, но наконец-то дождали. Радости Татьяны Ивановны нет предела. Говорит, готова вот так, со спичками в руках, стоять все дни напролёт. Равномерно горящее голубое пламя в корне изменила её жизнь. Утром встаём, надо бежать корову доить и печку топить. Теперь встаём, печку не надо топить, на кнопку нажали, тепло и утром, и вечером, и в обед, и хорошо. Ни пыли, ни золы, ничего нет. Вместе с Татьяной Ивановной сегодня радуются и другие жители Зонального. Вообще газ в их село пришёл ещё 8 лет назад, но только в один район, центральный. А вот жители другого, Золинейного, долго оставались за линией цивилизации. Люди очень рады этому событию, подключаются очень охотно и активно. Буквально с первого дня, как только было дано разрешение на подключение, люди устремились в газоснабжающие организации заключать договора. По этому 14-километровому участку газопровода голубое топливо зайдёт в 242 дома. Строительство его обошлось в 16 миллионов рублей. Это деньги из трёх источников – федерального, краевого и районного бюджетов. В настоящее время подключиться к газу могут 90% жителей села. Это более тысячи домов. Остался небольшой участок, который в ближайшее время будет запроектирован за счёт средств администрации Зонального района. После этого мы данный объект включим в уже обозначенную программу. Я надеюсь, что в 2017-м годах мы село Зональное 100% закроем по газификации. Всего с начала этого года в Алтайском крае введено в эксплуатацию 40 километров газопровода. В том числе в апреле и в нашем городе сдали участок длиной почти 2 километра. Сегодня голубым топливом в Наукограде пользуются жители 17 многоквартирных домов и 600 частных домовладений. Ирина Дубицкая, Андрей Огрызков, Новости ОТН.